И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Перед началом просмотра, друзья, как всегда, поддержите наш канал подпиской. Нашу цель по-прежнему набрать 10 тысяч подписчиков до конца года. Осталось совсем чуть-чуть, поддержите подписочкой. Ролики здесь выходят абсолютно каждый день, и вы точно ничего не пропустите. Спасибо, ну а мы начинаем. После безоговорочной победы над Линдоном Артуром Дмитрий Бивол дал интервью. Боксер прокомментировал долгий простой, ответил на вопрос об отсутствии нокаутов, и также высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. «Мне нужно было время, чтобы почувствовать дистанцию, чтобы накопить энергию, не давить на 100% с самого начала», — говорит Бивол. «Иногда я брал небольшие паузы, чтобы увидеть, как оно. Я не спешил и наслаждался процессом. Мне понравилось, что я дерусь в том же шоу с супертяжами. Они все заканчивали остановкой, я сейчас не чувствую большого давления. Люди видели достаточно нокаутов. Когда ты проходишь все 12 раундов, ты получаешь больше опыта, чтобы проходить всю дистанцию. Я почувствовал, что скоро смогу остановить Артура. Но он был хорош, он защищал свой корпус», — говорит Бивол. «Честно говоря, я ожидал то, что увидел в ринге. По правде говоря, у него была немного лучше скорость джеба, чем я ожидал. У него была хорошая защита, когда он был близко к канатам. Он это показал. Что касается боя с Бетербиевым, я просто хочу все по веса, неважно, у кого они. Если с Бетербиевым будет легче сделать бой, тогда я выберу его. Если легче будет подраться со Смитом, ведь мы из одной промоутерской компании, тогда, может быть, я выберу его. Я просто хочу поединок», — говорит Бивол. «Если это будет Бетербиев, нужно выбрасывать больше ударов, нужно больше двигаться. Мне все нужно улучшить», — сказал Дмитрий. Ну а бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в марте следующего года, — говорит Вадим Корнилов, менеджер Бивола. «Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле следующего года», — сказал Корнилов. «Но ему еще в январе предстоит бой со Смитом. Не думаю, что будут препятствия какие-то. С нашей стороны, мало что может помешать этому поединку. В случае с Бетербиевым все зависит от боя против Смита и его согласия», — добавил менеджер. «С нашей стороны, мы уже дали согласие на бой с Бетербиевым. Сейчас все будет зависеть от боя Артура со Смитом. Как понимаю, сейчас идут переговоры с Бетербиевым. Согласятся ли они и в какие сроки? Я думаю, есть шансы, что бой наконец состоится», — сказал Корнилов. Скорее всего, речь идет о бои Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии. А переговоры идут как раз с Саудовской Аравии, которое в этом году провело в Эр-Яде два масштабных вечера бокса. Друзья, пишите в комментарии, как считаете именно вы, состоится ли в следующем году долгожданный поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Если вы считаете, что бой состоится, то напишите ваш прогноз. Мне будет очень интересно прочитать. Вот такие вот новости на сегодня. Ну а с вами, как всегда, был канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.